Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем нашу регулярную рубрику «Камчатка день за днём». В этой рубрике мы узнаем, что происходило в эти дни разных лет века минувшего, на материалах старых документов и не менее старых газет, в основном советского периода. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем, что творилось на полуострове с 17 по 24 октября в разные годы XX века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. 17-й день октября 1965 год. Газета «Камчатский комсомолец» в рубрике «Споёмте, друзья» публикует текст и ноты, песни «Город-друг». Слова Новикова, музыка Фейгина. Песня начинается словами. Песня «Камчатский комсомолец» «Порт мозолистых рук и открытых сердец». «Камчатский комсомолец» «Иншалла» Это коряковская сказка «Хитрая лисица», опубликованная 18 октября 1936 года в главной газете «Полуострова», в газете «Камчатская правда». Эту сказку записал Вичи Кальгин. Газета уточняет, что Вичи Кальгин по национальности коряк, родился в 1919 году в районе Майна-Пыльгин, батрак, работал в хозяйстве, занимался бырным промыслом. Бырным – это опечатка, рыбным промыслом. С 1935 года Вичи Кальгин учился в Петропавловской софт-барт-школе. Сказочный дух по яблу. А мы продолжаем день следующий, 19-й день октября 1963 год. Газета «За высокие уловы» публикует статью о том, как на Камчатку прилетели известные журналисты из Чехословакии Зигмунд и Ганзелка. Вот что пишет газета. На Камчатку прибыли известные чехословацкие журналисты и путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зигмунд, а также их товарищи по путешествию Мирослав Дрияк и Иосиф Каринта. К зданию Петропавловского аэропорта, пишет газета «За высокие уловы», подруливает быстро крылой лайнер Ту-104. Из самолета выходит Иржи Ганзелка, Мирослав Зигмунд и их товарищи. Камчатское солнце встретило их веселой улыбкой. О Ганзелке и Зигмунде, надо сказать, особо. С конца сороковых годов эти два мужественных путешественника, журналиста, писателя, фотографа, генооператора путешествовали по всему миру на автомобилях «Татра», тем самым рекламируя продукцию завода «Татра» и выпуская огромные книги о своих путешествиях. Книги очень интересные. Один из своих выпусков моего видеодневничка в рубрике «Культуртрегер» я посвящал этим книгам. Так вот, Ганзелка и Зигмунд побывали на Камчатке. По итогам их пребывания на Камчатке вышла даже вот такая вот книга «На меридиане нового дня», о которой я тоже рассказывал в одном из выпусков своего видеодневничка. Книга о поездке через весь СССР тоже должна была состояться, но не тут-то было. В 1968 году Чехославикия захотела освободиться от коммунистических оков. Восстание было жестоко подавлено советскими и восточно-германскими войсками. А Зигмунда и Ганзелку, которые выступили против коммунистической оккупации Чехословакии, в Советском Союзе больше не печатали. Хотя до этого их книги выходили огромными тиражами. Наконец-то вы узнали правду. Продолжаем наше увлекательное чтение. День следующий, 20-й день, октября 1984 года. Газета «Камчатский комсомолец» публикует сенсацию. В Елесовском зоопарке Шевлягина, пишет газета, произошло событие, не имеющее аналогов в мире. «Семья длиннохвостых попугаев Ара принесла потомство двух птенцов. Мы уже писали об этой удивительной паре, пишет камчатский комсомолец, представляющий вид самых крупных в мире попугаев. Считалось, что в неволе Ары не размножаются. Зафиксированы лишь единичные случаи в зоопарке Магдебурга, Новосибирском Заверинце». В 1982 году у попугаев появился птенец, принесший заслуженную славу своим родителям. Это был второй случай размножения ар в Советском Союзе. А мы продолжаем наше путешествие. 21 октября 1923 года газета «Полярная звезда» публикует заметку о населении Петропавловска. Газета пишет, произведенная 21 октября 1923 года перепись населения в городе Петропавловске показала, что общее число жителей в то время было 1213 человек, из которых мужчин 720 и женщин 493. Взрослое население 832 человека, мужчин 547 человек, женщин 285 человек. Следовательно, уточняет газета, взрослых мужчин почти вдвое больше, нежели женщин. Полярная звезда сообщает, по национальности все население распределяется так. Русские, то есть великороссы, украинцы и белорусы 899, камчедалы 99, китайцы 71, корейцы 59, японцы 19, осетины 15, татары 14, немцы 11. Далее идет перечисление других национальностей, в том числе в Петропавловске жил один чукча, один чех, один сириец и один американец. День следующий. 22 октября 1917 года газета «Камчатский листок» публикует объявление, подписанное исполняющим делами уездного комиссара Сычевым. В воскресенье, 22 октября, в 3 часа дня, пишет газета «Камчатский листок», в канцелярии уездного комиссара состоится аукционная продажа японской конфискованной шхуны «Дзензи Мару». Осмотр шхуны в день аукциона с 9 часов утра до 2 часов дня. Но это не точно. День следующий. 23 октября 1919 года. Теперь мы знакомимся с документом. С приказом управляющего Камчатской областью. Номер 241. Приказ гласит. 22 октября сего года одно лицо, подвергшееся штрафу запасть буската на улицах Петропавловска, сообщило мне, что милиционеры составляют протоколы на горожан, оставляя скот начальника милиции свободно гулять по городу. Не вдаваясь в проверку этого заявления, но предполагая, что оно возможно и справедливо, предлагаю всем милиционерам к неуклонному и строгому исполнению при составлении протоколов не делать различия между горожанами и чиновниками всех рангов и ведомств, не исключая и меня. Служащие на государственной службе должны напоминать им этот долг предгосударством. Начальнику милиции Сагржевскому, не внушившему до сих пор своим подчиненным милиционерам их обязанностей по службе и допустившего по своему адресу разговоры порочащие его служебное звание, объявляю строгой выговор. Обратим внимание еще на то, что век назад потворство различного рода чиновникам и силовикам было весьма распространено. Впрочем, что ожидать в стране, в которой иуда-большевики свергли законную власть? Это точно. А мы продолжаем наше чтение. 24 день октября 1956 года. Главная газета «Полуострова Камчатская правда» сообщает, что в средней школе номер один села Елизово состоялся вечер юнатов. Зал, где собрались школьники, любовно убран. На стенах монтажи. Украсим нашу родину садами за высокой урожай. На фотографиях показана работа членов кружка в теплице и на пришкольном участке. Что было дальше? Что было дальше, вы узнаете, перейдя на канал Яндекс.Дзен по ссылке в описании. Я уже говорил об этом. На сегодня достаточно. Рад я, что дожил до этого времени. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что происходило на Камчатке в разные годы века минувшего. А если вы Абрамы, родства не помнящие, можете ставить дизлайки. Пишите комментарии. А те, кто здесь впервые, тех я попрошу. Для того, чтобы не пропускать новые видео на канале, выполните вот эти вот рекомендации, которые вы видите по подсказке в правом нижнем углу экрана. До свидания.